Ну что ж пацаны, всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гим. В этом видео я вам покажу прибыль моего бизнеса. Сегодня получается 7 число, то есть 7 августа. И именно сегодня прошел месяц, как я купил этот бизнес. Поэтому сегодня я покажу вам прибыль данного бизнеса. И мы посчитаем, сколько он мне за месяц вообще принес денег. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе к апсам Кирилл Гим. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервале в Мазинхоле Плей. Желаю вам всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, зачем я записываю вообще данную серию? Не для того, чтобы поёбываться, что у меня там финка хорошая, либо ещё что-то. Я каждый раз записываю такую серию, когда у меня есть новый бизнес. И вы это прекрасно знаете. Потому что я от своих подписчиков не скрываю прибыль своих бизнесов. Как бы мне не тяжело это показать. Поэтому я записываю данную серию. Потому что я думаю, многим интересно, сколько мне бизнес принёс за месяц. И вообще, зря я продал компанию, купил бизнес или нет. Сегодня я вам это всё расскажу, покажу. Поэтому, пацаны, давайте наберём на этой серии много лайков. Желательно 300 лайков наберём. Я буду вам очень сильно благодарен. И, скорее всего, кстати, во вторник я уеду в деревню на несколько дней. Поэтому всем советую подписаться на мой инстаграм. Потому что туда я буду публиковать всякие сторисы, фоточки. Поэтому, кто не подписан на мой инстаграм, обязательно подпишитесь. Потому что там реально очень много всего интересного. Ссылочка на инстаграм есть в описании. Итак, давайте я вообще расскажу, где находится мой бизнес. Пишите, получается, слэш DPS. Потом выбираете седьмой пункт бизнеса. Второй пункт 24 на 7. И вот самый первый бизнес, это мой, получается, Family Кирилл Гим. Это мой бизнес, который находится в Батырево. Вот, всё, я тень выключил. Потому что она немножко некорректно работает. Поэтому давайте лучше будем без тени. Кстати, большой плюс по сравнению с другими бизнесами 24 на 7. То, что здесь госка 15 миллионов, пацаны. В госка 15 миллионов, это довольно-таки неплохо. Нормальная такая сумма, 15 миллионов госка, пацаны. У данного бизнеса я считаю, что это очень хорошо. Цены здесь стоят, пацаны, очень низкие. Не самые низкие, но нормальные. Вот, видите, ремки по 3 тысячи. Как бы вот как-то так это всё выглядит. То есть, по ценам у меня ремки будут по 3 тысячи. Поэтому, кто закупается, вам большое спасибо. А кто ещё не ходит в мой бизнес, то всем советую. Потому что ремки по 3 тысячи, это адекватная цена. Ну что ж, давайте я вам всё-таки покажу финку. Не буду как бы затягивать. Пишем команду слэш гусинес. Здесь мы видим госка 15 миллионов. Баланс на бизнесе 500 тысяч. И прибыль за сегодня 156 тысяч. Время на данный момент у нас получается 10.52. То есть, почти 11 часов. Ну, как бы 150 тысяч, я считаю, это нормально. Тем более, всего лишь утро. Вот что меня больше всего бесит в данном бизнесе, то что, если я буду завозить продукты, то финка будет уходить в минус. То есть, здесь показывается реально чистая прибыль. Даже, видите, товаров у меня мало, кстати, количества. 1500 надо будет завести, но это уже потом, после видоса. Но вместимость у меня 20 тысяч, я считаю, это очень хорошо. Полностью его ещё не забивал. Максимально у меня было в бизнесе 14 тысяч продуктов. 20 тысяч я ещё не забивал. Но скоро я это сделаю, потому что я буду уезжать в деревню. И надо будет его полностью забить, чтобы были продукты. Цена за товар 36 рублей, потому что я сам себе продукты ввожу. Вот здесь у нас уже управление бизнеса. Здесь можем посмотреть финансовую статистику. Закрыть бизнес. Автозакупка товаров включена у меня. Всё, давайте уже смотреть финночку. Финка, получается, за сегодня 156 тысяч. Ну, бизнес я купил вот 7-го числа. А, я, походу, немножко проебался, или эта финка неправильно показывается? Немножко я проебался, короче, но думаю, ничего страшного. Хотя, я не понимаю, почему она не показывается. Если, как бы, сегодня 7-ое число. А здесь, в самом конце, показывает 9-ое число. А ниже никак я лиснуть не могу. Ну, короче, пацаны, вот такая вот финка. Как бы, я считаю, то, что за эти деньги, что я его купил, это хорошая финка. В целом, я заработал за месяц с этого бизнеса 11 миллионов, пацаны. Скриншот, как бы, у вас на экране есть, я посчитал. За месяц с этого бизнеса я заработал 11 миллионов. Я считаю то, что это очень даже неплохо 11 миллионов заработать чистыми. Это именно чистая прибыль. Это не считая продукты там и так далее. Это вот именно чистая прибыль, пацаны. 11 миллионов копейками я заработал. Это очень даже неплохо, я считаю. Потому что компания, честно, не помню, сколько мне несла в месяц. Вот не помню и все, пацаны. Я вам не могу сказать точно. Но я думаю, меньше несла компания в месяц, чем несет бизнес. Потому что, как бы, не всегда там была прибыль 500 тысяч. Даже если была прибыль за день в компании 500 тысяч, то 250 тысяч уходило на оплату фурт и на оплату компании. То есть, в любом случае, бизнес прибыльнее, чем компания. И самый большой плюс, почему я купил на бизнес и продал компанию, это то, что за бизнесом толка не нужно следить. Вы просто берете, загружаете продукты, можете полностью зафулить и 3 дня вообще не заходить в игру. Может даже больше. Вот серьезно, если я 20 тысяч завезу продуктов, то мне не нужно будет в игру заходить. Ну, 4 дня точно, я думаю, не надо будет заходить, потому что будут продукты. Потому что, я так посмотрел, в день уходит где-то примерно 5000 продуктов. То есть, это нормально. То есть, на 5 дней, точнее, на 4 дня мне хватит продуктов в данном бизнесе, чтобы вообще не заходить в игру. Я, честно, пацаны, доволен очень данным бизнесом, потому что он находится недалеко от особняка семьи. Он находится в Батырево в хорошем месте. Ну, реально, я очень доволен, как бы. Я вообще не жалею то, что я его купил. 110 миллионов, мне кажется, это даже мало за данный бизнес, потому что, ну, как бы, мне кажется, ему цена минимум 150 миллионов, потому что финка очень даже неплохая. Согласитесь, ну, реально, финка очень даже неплохая. И даже один раз у меня финка была почти 800 тысяч. Я просто охренел. 796 тысяч, пацаны. Прикиньте, если бы он каждый день столько нес, я бы зарабатывал бы в месяц, ну, где-то 15 миллионов минимум я бы зарабатывал с данного бизнеса, если бы он каждый день нес бы 700-800 тысяч. Сейчас финка, как бы, поменьше, потому что я продуктов много завожу. Я там в день завожу по 7 тысяч продуктов, и поэтому финка уходит на 200 тысяч в минус. Кстати, я себе купил еще новую машину. Давайте я вам покажу. Но я ее купил не себе, я купил Америкосу, но Америкос пока что редко играет, поэтому я на ней езжу сам. Как бы это раньше была его машина, но он ее продал, пошел в казик, проебал деньги, и в итоге я эту машину выкупил себе. Но пока что я на ней катаюсь, возможно, потом ему отдам ее. Ну, я на ней, как бы, редко езжу, но машина, кстати, прикольная такая. Давайте я вам еще карпас покажу. В принципе, данного автомобиля, это BMW M4, вот, цена у нее, по-моему, 3 миллиона. Ну, тачка реально прикольная, мне понравилась. Тем более, номера прикольные. Эти номера, кстати, я ему дарил. Реально, пониже сделать была бы просто пушка. Раньше мне эта машина серьезно не нравилась, но потом я ее купил, такой покатался, и такой, ну, прикольная машина. Едет она 212 километров в час, пацаны, это ее максимальная скорость. Ну, мне она нравится, пусть пока что она будет у меня. Матвей уже должен скоро поехать с моря, вот, буквально на днях. Я заберу у него Bugatti, и как раз Максиму отдам эту М4, потому что это его машина. Но главное, чтобы он потом ее не продавал, потому что я, как бы, ее не просто так выкупил. Я знаю то, что она ему нравится, тем более, эти номера я ему подарил. Он и так хотел сам ее выкупить, но у него сейчас бабок нету, поэтому, как бы, я сам ему ее подарю. Кстати, для тех, кто не знал, я пошел во фракцию, потому что, ну, мне скучно, пацаны, хочется какого-то разнообразия, поэтому я пошел в ПГ, именно в Панке, которая в Арзамасе находится. Я не знаю, почему именно сюда, но просто, как бы, сюда набор был, и я пошел именно сюда. Тем более, здесь на замку встал мой заместитель семье, Семен Путбуль, здесь заместитель. Типа, в этой фракции, как бы, я не хочу тут на девятку становиться, типа, ну, или на замку. Я просто хочу здесь находиться, прокачаться третьего ранга, чтобы брать оружие, и все. Как бы, мне больше ничего не надо. Я не знаю, надолго я здесь или нет, но пока что я буду находиться здесь, поэтому, кто желает, можете, как бы, приходить к нам, вот сюда, в ПГ. Тем более, после Гоу, как бы, можно и на дональбойщиках работать, и, как бы, в фракции находиться, поэтому меня все устраивает. Скин, конечно, Петушина, надо будет его поменять. Я уже подал заявку на второй ранг, то есть, на повышение. Там, в принципе, хуня, вообще. До третьего рауна здесь повысится, это просто вообще хуня, пацаны.